Хорошо. Так, давайте, значит, посмотрим первую задачку. Первая задачка на самом деле простая, но со мной с подвохом. То есть мы на ней разберем, собственно, такую очень интересную связь между алгоритмами, между динамическим программированием и рекурсивными задачками. Не каждую рекурсивную задачку можно динамическим программированием решать, но достаточно многие действительно могут решаться через динамическое программирование. Вот, ну сначала мы напишем просто алгоритм поиска этого числа Фибоначчи. И напомню просто, что это число Фибоначчи вычисляется по формуле, что это сумма двух предыдущих чисел Фибоначчи. Ну и кроме этого мы знаем, что у нас там первое... Ну, там по разному задается. Можно сказать, что первое число Фибоначчи это ноль. Или, например, один. Ну, давайте ноль. И нулевое ноль. А первое это единичка. А можете в коллабе ссылку... Так, я скинул. А, он почему-то как Google Doc открывается. Я понял, да, сейчас... Да, почему-то он... У меня тоже... Да, я понял. Сейчас, да, сейчас... Почему-то у него неправильно... Сейчас, да. Прошу прощения. Интересно. Сейчас посмотрим. Так, да, я вижу, что... Так. Его, в принципе, можно открыть, но... Просто... Сейчас... Почему он так станет? Так. General Assess. Так, копи-линг. Как же он будет открыть? А, он у меня на Google Drive изначально был. Я понял. Да, сейчас... Прошу прощения. За накладку. Не учел этой особенности ноутбуков. Коллабовских. Да, что если изначально это было на Google Диске, то дальше это будет работать немножко иначе. Так, значит, ну, пока условия, в принципе, видно, вы можете начать работать. Просто, да, у меня интернет немножечко подтормаживает. Да, он скачивается как JSON. Это скачивается он странно, что как JSON, на самом деле. Ну, я понял, да. Что ж такое. Так, сейчас. Сейчас, я понял. Будем решать задачу немножечко иначе, если она не хочет. Класс. Еще, да, пока те, кто делает, может просто написать пока алгоритму, ну, и первую задачку решить. Сейчас, пока я просто через другую историю попробую. Класс. Так, прикладные, прикладная математика. Так, кривитлинг. Сейчас проверим. Сейчас, не то. Пардон. Не, пардон. Так, сейчас. Что-то не так открылось все равно. Не та ссылка. Так. Так. Еще раз. И клинок. Да, вот сейчас она коллабовская. Вот, да. Значит, сейчас я поправил. Должно работать как коллаб. А, вот. Да, прошу прощения. Так. Ну, соответственно, вот нужно решить такую задачку. В принципе, вам для этого просто нужно написать функцию Fibonacci. Ну, написать ее правильным способом. Вот. Ну, в данном случае, правда, правильный способ будет не совсем правильным. Но почему бы нет? Как бы есть даже изречение, что нужно там, типа, каждый раз, когда кто-то объясняет рекурсию через число Fibonacci, его надо бить тапком. Но мы не рекурсию пытаемся через число Fibonacci объяснить, а просто увидеть, что бывают неэффективные алгоритмы, а бывают эффективные. Так. Хорошо. Ну, давайте я начну ее писать. Думаю, это может просто... Значит, ну, обычно такие штуки пишутся... Ну, то есть можно вот написать рекурсивно. Значит, если число N, которое нам пришло, 0, то верни 0. Если N – это единичка, верни единичку. Ну, тут единственное, можно еще написать, что если N меньше 0, то возбуди исключение. И, значит, если... А иначе, пожалуйста, верни мне результат вызова этой же функции на N-1 плюс... Fibonacci N-2. Значит, ну, давайте пробуем это запустить. 8 Fibonacci от пятерки. Посчитается нам или нет? Ну, 5-е число Fibonacci действительно, по-моему, 5. 6-е, 8. Ну, тут можно немножко сбить. То есть можно сказать, что нулевой – это единичка. Она у нас немножко по-другому будет идти, нумерация, в принципе. Разницы большой нет. Мы видим, что действительно получаются... Давайте просто origin range от 10. Выведем числа Fibonacci. Действительно ли у нас это работает? Значит, нулевой – это 0, единичка – единичка, двойка – единичка, 3, 2, 4, 3. Ну, да. Да, видим, видим. Ну, правильные числа. А теперь следующая задачка. Значит, я надеюсь, что всем понятно, как это... Ну, то есть, что здесь написано. Во всякий случай проговорю, что если у нас n меньше нуля, то мы в данном конкретном случае решили, что таких чисел не бывает. Теперь можно на отрицательную часть продолжить. Если у нас n равно нулю, то возвращаем ноль. Если n равно единице, то возвращаем единицу. Иначе число Fibonacci n – это сумма двух чисел Fibonacci до него. Значит, если мы у этой замечательной вещи пытаемся оценить время ее работы, в зависимости от числа Fibonacci. Ну, давайте вот попробуем. Ну, 10 тысяч – это очень амбициозно. Давайте попробуем тысячное число Fibonacci таким способом посчитать. Я подозреваю, что у нас даже... Давайте 20-е. По-моему, даже 20-е будет достаточно долго считать. 20-е еще считается. 100-е уже какое-то ощутимое время, на самом деле, считается. Поэтому даже до 1000 это считать очень неприятно. Давайте просто до 25-и посчитаем. Ну, вот оно у вас, да, вывело. Хорошо. Да-да-да-да, вы абсолютно правы. Так можно сделать. Но просто мы в этом случае не увидим сложность нашего алгоритма. Я понимаю, что так можно сделать, собственно, поэтому и будем дальше говорить как по один из вариантов. Ну, давайте я просто отостановлюсь. Если коротко, не работает. То есть, типа, ну, то есть даже для 100 это уже тяжело, вот если не использовать фокусы с кэшем. 25 еще работает. Ну, давайте попробуем. Тебе 30-ку ты посчитаешь. Да. 30-ку вот оно за какое-то не очень быстрое время, но посчитало. Давайте до 30-ки посчитаем. Так. Я только ДМ не импортировал, что с моей стороны будет нехорошо. Значит. И что-то ему еще не нравится N, потому что... О, N. Да, я этот код просто копировал, поэтому... Значит, давайте сколько раз просто... Это будет try. Значит, давайте 10 раз пробовать просто, чтобы уменьшать. Что мы будем брать минимальное время, чтобы у нас просто система не... Она у нас не агрилась. Чтобы у нас не сбивала... Чтобы у нас просто система не сбивала нам время. Так. Ну и построим это время. То есть, вот зависимость вычисления этого числа Фибоначчи от времени. Так. Сейчас читаем. Так. Чуть-чуть. Да, пардон. Надо брать... Да. Тут у меня... Я сам себе... Значит, это нужно временно. Time Temporary. Temporary. Потому что у меня, значит, да, получается всякая фигня считается. То есть, мы ее берем, несколько раз запускаем вот этот самый подсчет. Каждый раз засекаем, сколько времени это заняло. И берем минимальный из всех, чтобы просто у нас, опять же, системная штука не вносила свой вклад. А вот. И видно некая зависимость, которую, опять же, если сделать не так, то просто вы не увидите. Да. То есть, это правильный способ сделать через вилларио кэши. Но вы просто не увидите самого нюанса. Вот. То есть, мы видим, что зависимость... То есть, первые числа считаются очень быстро, ну, сравнительно. А потом скорость прям резко начинает возрастать. Поэтому, собственно, мы там 30-е число Фибоначчи уже ждем достаточно долго. Здесь, если мы будем, там, захотим 50-е, то это будет еще дольше. Соответственно, 100-е можно ждать очень-очень долго. Вот. Давайте разбираться, откуда это берется. На самом деле, для этого можно просто посмотреть, сколько раз у нас будет вызываться наше число. Наше вычисление числа Фибоначчи для разных значений. Давайте посмотрим сначала число Фибоначчи, вызовем там на пятерке. Вот. Число... Ну, на самом деле, оно уже достаточно неприятное число вызовов. То есть, видно, что тут явно больше пяти и так далее. Ну, давайте... Вот для одного будет один кол, да? Для двойки будет три кола. Для тройки функция вызовет сама себя уже пять раз. Для четверки порядка десяти. Для пятерки уже пять, пять, пятнадцать раз. Если я вызвала для шестерки еще больше, там... Ну, а если я попрошу какую-нибудь двадцатку, то у меня это, на самом деле, будет очень долго выводиться. То есть, вот оно выводит, выводит, что оно продолжает и продолжает колы делать. То есть, очень много вызовов делает. Да, вот оно пишет, что... Типа, я показываю вообще, говоря, тебе только последние пять тысяч строк. Шесток в разы больше. Вот. То есть, получается, что вот на самом деле это, по-видимому, плохость именно самого нашего алгоритма. То есть, то, что у нас вот это вот идет вот такая зависимость, быстро возрастающая, это, видимо, мы что-то с алгоритмом неправильно сделали, потому что у нас вот эти вот вызовы Фибоначчи, явно их очень много происходит. Просто очень-очень много, и это ужасно неэффективно. На самом деле, если кто-то помнит, как выглядит экспонент, это, как раз, это экспоненциальная зависимость. То есть, у вас число вызовов растет по экспоненте. Откуда, почему это происходит? Давайте еще раз посмотрим на нашу функцию. И вот сейчас, да, на самом деле, наверное, удобно действительно тут рисовать. Давайте посмотрим. Значит, вот, допустим, нам нужно вычислить, ну, чтобы долго не бегать, значит, число Фибоначчи от пятерки. Значит, нам для этого нужно что сделать? Нам нужно вычислить число Фибоначчи от четверки. И нужно вычислить число Фибоначчи от тройки. Значит, ну, и давайте это ставить сразу в виде вот такого графа будем рисовать. Чтобы вычислить число Фибоначчи от четверки, нам нужно опять вычислить число Фибоначчи от тройки. У нас в нем будут пока дублироваться совершенно, по сути. И число Фибоначчи от двойки. Для тройки нужно вычислить число Фибоначчи от двойки и от единицы. Ну, допустим, от единицы мы знаем, какое число. То есть у нас там сразу вызовет, у нас сразу вернется, return будет. А для двойки нужно еще вызвать. Нужно для двойки вызвать... Так, только в обратную сторону. Пардон. Так... Ребра все ведут вверх. Значит, для того, чтобы посчитать двойку, нам нужно опять вызвать число Фибоначчи от единицы. И нужно вызвать число Фибоначчи от нуля. Вот. Тут то же самое. То есть тут тоже единица ноль. Ну, и здесь будет еще вот такое же под дерево. То есть видно, что у нас почти каждый раз происходит два вызова, кроме самых нижних уровней. Поэтому у нас получается, что вот вся эта история, то есть вот эти число этих вызовов, оно там, ну, будет расти очень-очень быстро. У нас будет, там, вот для пятерки у нас получается, ну, допустим, это будет дерево где-то высоты пять, причем полностью заполненное почти. Если это будет, там, порядка, ну, порядка, там, два в пятый вызовов, условно. Конечно, тут будет меньше, потому что дерево, оно не полностью заполненное. Но, в принципе, масштаб себе представить можно. То есть я вот здесь даже все не нарисовал, а уже устал. То есть если это дальше продолжать, или если взять, там, от двадцатки попробовать расписать всю эту историю, то можно себе представить, какое высокое получается дерево. А что здесь сразу бросается в глаза? Здесь бросается в глаза то, что на самом деле, чтобы посчитать F4, мы вот отдельно написали, что нужно посчитать F3, да? И это у нас так реально делается в коде. Вот в чем нюанс. Не, нам это не надо. На самом деле, нам не нужно писать отдельно F3. Нам, чтобы посчитать F4, нужно посчитать F3 только, так, пардон, только один раз. То есть и F5, и F3. То есть вот посчитали F3. Значит, дальше нам, чтобы посчитать F4, нужно посчитать F2. Ну хорошо, давайте просто так и напишем. Вот. У нас уже есть F2. Давайте мы их соединим. Дальше, чтобы посчитать F2, нам нужно посчитать F1. Вот эта зависимость. Ну, чтобы посчитать F0, нам нужно посчитать F0. Ничего не сделаешь. Но мы его знаем, как считать быстро. Вот. И внезапно мы видим граф. То есть его можно покрасивше нарисовать. Допустим, мы не будем вообще писать, что там вот именно вызов функции. Мы просто напишем, что у нас вот есть в конце пятое число Fibonacci. Чтоб его получить, нам нужно четвертое число Fibonacci. И нам нужно третье число Fibonacci. Чтоб посчитать четвертое число Fibonacci, нам нужно третье число Fibonacci. И второе. Оно нужно и для того, чтобы посчитать третье число Fibonacci. И для того, чтобы посчитать третье число Fibonacci, нам еще потребуется F1. Ну и для того, чтобы посчитать нулевое число Fibonacci, нам потребуется F0. Так, ну давайте сотру лишнее. Что получается? Получается на самом деле, что у нас на самом деле это граф. Причем заметьте, что это граф направленный. Думаю, все согласятся, что это направленный граф. И на самом деле нам в нем нужно посчитать уже сильно меньше значений. То есть нам нужно посчитать только F0, F1, F2, F3, F4, F5. И при этом мы скорее... Ну, то есть мы очевидно в нем пройдем по всем ребрам вот этим. И чтобы посчитать F3, нам нужно будет понять, что нужно вот взять F2 и F1. То есть нам по ребрам придется пройти. Поэтому суммарно это будет опять... Ну, ребер этих на каждую вершину приходится всего лишь по три штуки. На самом деле по две. То есть входящих ребер всего две. Поэтому суммарно у нас это должен быть линейный алгоритм. Здесь мы это правильно сделаем. Вся эта история должна работать за линию. Она почему-то работает сильно медленнее. Соответственно, работает она сильно медленнее, потому что мы вместо того, чтобы считать вот такое сжатое деревце, мы вот то строим штуку, где у нас много повторяющихся вычислений. А первый способ с этим бороться... Это как раз то вот то, что было скинуто в чат. Умное спасибо, да, Филиппу. Значит... Значит, давайте, соответственно, это сделаем. Действительно. Только единственное, чтобы правильно мерить время, потому что у этой штуки, то, что вы используете, есть подвох. Я сейчас сделаю одну очень плохую вещь. То есть я возьму вот эту штуку, я функцию буду определять внутри цикла. Это немножко может сломать мозг, но так делать можно. Даже мне придется ее внутри вот этого цикла определять. Вдвойне прекрасно, но можно. Прежнему. Только... Вызывать я ее, разумеется, не буду. Ну, и отступы у меня тут поплыли, потому что... Потому что вот так. Так. Значит, я определяю эту функцию, но я ее определяю вот при помощи вот этой дополнительной штуки from functools importl.rucache Значит, давайте проверим сначала, что же это... То есть, что у нас получится в результате, а потом посмотрим, как это работает вообще в реальности. Что, он так поймет меня или не захочет? Он пытается ругнуться. Но он, да, он так на этом уровне не хочет меня. Сейчас. Ладно, окей. Давайте я max size ему скажу. Так, захочешь работать. Вот. И оно отработало быстро. Очень быстро. Я могу даже... Давайте я до сотки теперь повыше. Теперь посмотрим, как это работает. Ну, тут появится небольшой этот... баг. Ну, на самом деле видно, что это линейно. Может, даже до 1000 повесить, по-моему. Ну, до 1000, может, рекурсий не хватит, конечно. Давайте, ну, 1000 попробуем. Все же. Вдруг. Да. К сожалению, Python большую рекурсию не умеет. Можно поправить это, но нам это не особо важно. Сейчас просто 300 посчитаем. Вот, действительно, это... Ну, вот, последний раз. Оно работает за... Ну, тут с прыжками, потому что LRU кэш это, на самом деле, не очевидная штука. Оно работает за линейное время. То есть, действительно, у нас каким-то образом вот тот граф, который мы рисовали, он срабатывает. Теперь осталось понять, что же такое делает LRU кэш. На самом деле, он ничего сложного не делает. Это можно вот запросить прямо. И он просто кэширует... Он просто кэширует то, с чем было... То есть, результаты вызова функции с заданными аргументами. То есть, если мы хотели посчитать Fibonacci от 1000 и один раз его посчитали, то в следующий раз оно нам будет автоматически дост... Автоматически достанется, если у нас вот не истощился запас этого кэша. Можно подробнее почитать про то, что такое вот этот least recently used кэша. Но как бы суть это сильно не меняет. У вас просто... Вы просто сохраняете результаты вычислений. Значит, этот подход, он для рекурсии, когда вы сохраняете вот результаты рекурсии, за счет этого у вас рекурсия все-таки работает не очень медленно и не повторяет своих вычислений, он называется мимоизацией. То есть, вот то, что мы сейчас вот это сделали... Давайте просто я его напишу отдельно. Вот один из вариантов, как со всем бороться. Смотрите на LRU кэше. И он делает мимоизейши. Без запоминания промежуточных результатов. Но на самом деле можно сделать еще проще. Почему? Это штука... То есть, вот эта штука, в чем ее преимущество? Если вам много раз нужно будет почесать числа Фибоначчи, она вам по-прежнему будет возвращать все правильно. То есть, если бы я вот объявлял функцию не внутри этого цикла, у меня бы просто тайм-лимиты не работали нормально. Это можно проверить. Я вот могу здесь функцию заново не объявлять. Просто попросить, посчитать. Значит, я его один раз объявлю. Сейчас. Ну да, она опять хочет MaxSize. Сколько версий они стали его просить, интересно. Так, только я зря это сделал. Так, ну вот колов было мало. Давайте я еще раз... Она все посчитала. Посчитала вообще за очень-очень-очень маленькое время. Вот. За 0-0-0. Но если я сейчас построю график всей этой радости, то у меня, к сожалению, время будет очень странно распределено. Значит, почему так происходит? Потому что на самом деле он реально просто сохраняет в себе результаты. И как бы, если вам много раз нужно что-то вызывать от одних и держа аргументов, то вот L.RueCache, он для этого на самом деле используется часто. Просто у вас есть сложно вычислимая функция, вы к ней это добавляете, она не обязательно должна быть даже рекурсивной. Просто она сложно вычислимая, и вы хотите, чтобы... Вот если один раз мы ее вычислили, то потом какое-то время мы помнили результат ее вычисления. Но на самом деле есть другой способ. Я еще раз нарисую... Прошу прощения. Получается немножко нудно. Но я еще раз нарисую тот же самый граф. И мы видим, что он направленный. И он явно ациклический. Что нам, чтобы узнать число 5 Fibonacci, явно не очень-то нужно знать последующие числа, иначе бы у нас была очень странная рекурсия. Вот. То есть это ациклический граф, и чаще всего так и происходит. То есть действительно он ациклический. Ну и F0 тут еще живет, которое нужно для вычисления F3. Ой, F2, правда. Вот. То есть у нас есть ациклический граф. Он направленный. И в этом графе мы что можем применить? Мы можем применить динамическое программирование. На самом деле, ну давайте мы просто подумаем, как же должна выглядеть топологическая сортировка этой штуки. Ну здесь F0 и F1 на самом деле можно менять произвольно местами. А вот все остальное, оно между собой очень крепко связано. Поэтому давайте мы не будем просто мучиться. Поэтому мы проверим, что вот F0, F1, F2, F3. Надо было бы меньше чиселка брать. F4. F5 топологически отсортированы. Просто по этому графу. Но я думаю, это понятно. Что они отсортировали? Теперь давайте просто скажем, что это у нас массив. Что вот у нас есть массив чиселок. Каждая эта чиселка, оно будет... То есть каждому чиселку соответствует свое число Фибоначчи. Как посчитать пятое число Фибоначчи? Значит, F0 и F1 мы знаем. Это 0 и 1. Мы их заранее знаем. Чтобы посчитать второе число Фибоначчи, надо просто взять два предыдущих элемента и сложить. Получится единичка. Точно так же. 2 из массива просто берем. 3. 5. И вот у нас получилось, что мы посчитали число Фибоначчи за линию. И что мы для этого использовали? А на самом деле мы с вами для этого использовали динамическое программирование. То есть вот у нас есть граф, мы его топологически сортируем, и дальше вот идем по нему. Но как бы есть один нюанс. На самом деле нам в готовом алгоритме граф не нужен. Потому что у нас число Фибоначчи просто достаточно, чтобы получилась топологическая сортировка, нам достаточно их расположить друг за другом. Все. Больше ничего нам не нужно. И более того, нам нужен просто обычный массив. То есть нам не нужно как-то явно там какие-то словарики хранить. Просто массив. На самом деле вот эта подпись, она излишняя. Ну давайте напишем этот алгоритм действительно. Может кто-то уже до него дошел? Так, пардон. Давайте действительно напишем там efficient Fibonacci. Ну он там 7, он не до конца эффективен. Fibonacci будет, но тем не менее. От n. Значит, что мы делаем? Нам нужно посчитать число, n-тое число Fibonacci. Нам для того, чтобы посчитать пятое число Fibonacci, потребовался массив размера 6. Ну то есть нам нужно завести массив размера n плюс 1. Ну завели его. Первый элемент в нем это 0. Ну допишем для своего спокойствия. А второй элемент в нем это единица. Дальше мы идем по индексам этого массива. Массива. И берем и пишем, что r от i. Ну идем только по индексам, начиная со второго до длины. Что r от i это r от i минус 1 плюс r от i минус 2. И в итоге нам нужно вернуть просто последний элемент. Давайте опять же проверим, что это вообще работает правильно. Будем одновременно писать. То есть зачем иногда пишут неэффективные решения, чтобы проверять, что ваше эффективное решение, оно вообще адекватное. Потому что неэффективное решение, оно очень часто удобно тем, что с ним хотя бы заложать сложно. Что-то мы не учли. А, ну мы не учли, соответственно, что число Фибоначчи может быть первое или второе. Соответственно, ну можно просто написать, что если 0, то верни 0. Если равно единичце, то верни единицу. Мы не будем мучиться со всеми остальными приколами. И запустим. Вот, да, числа сошлись. Все правильно. То есть наш алгоритм работает. Давайте проверим, что он работает за линейное время. Значит, это мы убираем. И теперь у нас работает semi-efficient Fibonacci. Так вот эти репсы нам не нужны. Да. Ну, с вычетом того, что там всякие какие-то моменты, просто эта система там решила что-то поделать. И вот она нам делает какие-то странные вещи. Но, в принципе, это работает очень быстро. Более того, что полезно в такой реализации, нам не нужна уже рекурсия. Поэтому мы видим, что это работает сравнительно быстро даже для больших чисел. Фибоначчи, несмотря на то, что оно таки замедляется с какого-то момента. Просто потому, что числа Фибоначчи, ну, во-первых, все-таки это линейный алгоритм. Его все-таки какое-то время он занимает. Давайте я выключу. Я думаю, нам хватит для демонстрации первых трех тысяч. Во-вторых, сложение очень больших чисел – это на самом деле неэлементарная операция, что я говорил. Ну, вот мы видим, что у нас там иногда, ну, скорее всего, это с выделением памяти связано, вот эти просадки. Но мы видим, что алгоритм плюс-минус линейный. Так, да, тут вопрос какой-то. Вот, да, ну, соответственно, да, вот абсолютно верно. Вы пишете, что можно еще легче сделать. Мы сейчас это поговорим. Значит, мы написали рекурсивный алгоритм. Но он не до конца, фу, не рекурсивный алгоритм, который основан вот просто на динамическом программировании. Вот. Соответственно, на самом деле, даже в тот момент, когда вот вы делаете мимоизацию, ну, это тоже иногда люди называют динамическим программированием, потому что идея та же. Просто вы начинаете, то есть есть нисходящая, есть восходящая процедура. Вот восходящая, когда вы с маленьких подзадач решаете большую. Собственно, как мы делаем обычно. Обычно этот подход, он более memory efficient, он там с константами лучше и так далее. А бывает подход, который реализовать легче. Вот через LRU кэш его реализовать легче. Потому что вы сразу запрашиваете F5, потом у вас там F4, F3, дай бог, когда-нибудь, ну, нужно их посчитать и так далее, и так далее. Вот вы все храните, что вам все это нужно посчитать, весь этот граф в явном виде. А дальше начинаете идти уже в прямую сторону. Вот. Что здесь важного? Важного здесь то, что на самом деле нам даже такой алгоритм не нужен. Потому что давайте подумаем, мы хотим, вот, мы хотим просто вычислить значение числа Фибоначчи. На самом деле нам нужно вернуть только последний элемент массива. Вот. И мы на самом деле можем в тот момент, когда мы вычислили, например, F1 и F2, мы можем F0 забыть. Ну, да, тут оно неудачно стирает. То есть мы забыли F0, потом забыли F1, потом мы забыли F2, потом мы забыли F3. На самом деле нам нужны только последних два числа. Ну, а в конце нам вообще первое, последнее только нужно. Давайте это напишем. Значит, если N равно 0, то возвращаем 0, а если N равно 1, то возвращаем 1, просто чтобы не мучиться. То есть можно еще более сжато написать, но нам не надо. Дальше что мы делаем? Хорошо, если так не получилось, то мы говорим, что Fn, Fn, текущее, это будет 1. А Fn, текущее, давайте вот так его назовем, Fn, текущее, будет 0. А дальше сделаем следующее. Нам нужно, значит, первые два числа мы пропускаем, поэтому опять же на самом деле Fn, текущее, мы делаем следующее. Мы говорим, что Fn, текущее, и Fn, текущее, минус 1, как они поменяются? Значит, Fn, текущее, новое. То есть мы считаем, вот у нас было, у нас сейчас первое, у нас сейчас нулевое число, Fibonacci, и первое. Нам нужно посчитать, чтобы Fn там хранилось второе число, Fibonacci. Мы берем и складываем Fn, текущее, плюс Fn, минус 1. А во второе, Fn, минус 1 должно стать первым, ну то есть просто Fn. Ну и возвращать, соответственно, нам нужно Fn. Давайте посмотрим, будет ли это работать. Опять же, возможно, возможно, мы тут немножечко напутали с индексами, это всегда можно увидеть, просто сравнив результат с тем, что ожидается. Не от N, конечно, нужно, а ты. Очень большое число получается. Ну вот мы видим, что мы немножечко недосчитались, у нас на, мы на одно отстаем. Давайте вот так сделаем. Вот, так, сейчас. Пардон. Так, значит, нулевое, первое. Так, давайте, Simificient уберем. Нам сейчас не нужен. Фибоначчи, значит, вот, да, все-все-все совпадает. Возможно, там еще обсчитались немножко. Так, хорошо. Что нужно дальше делать? Значит, ну давайте проверим скорость работы этого решения. Так, опять же, ну я просто копирую код, просто меняю название метода. Видно, что работает на самом деле чуть-чуть побыстрее. Память не надо выделять. И можно посмотреть, что на самом деле действительно оно работает сильно быстрее. То есть, вот смотрите, здесь максимально это 0.006, а здесь максимально 0.02. То есть, ускорение тоже там в три раза делать. Ну и скачков стало поменьше. Хотя тоже есть. Просто это тайм. К сожалению, он не может идеально посчитать. То есть, смотрите, вот финальный алгоритм. Его, на самом деле, даже можно еще больше упростить. Оно не суть. А важно что? Важно то, что финальный алгоритм, он вообще, в нем не то, что нет упоминания графов. В нем даже динамическое программирование рассматривается сильно так неявно. То есть, если мы будем просто разматывать уже то, как этот алгоритм вообще работает, мы поймем, что это на самом деле динамическое программирование. И вот, и в этом прелесть динамического программирования, что у вас очень высокоуровневая абстракция, в которой легко мыслить. А когда вы получаете уже результат, вы дальше вот получив там такой semi-efficient результат, можно было еще выше пойти сначала графами заняться, потом графовую часть выкинуть, а потом мы выкидываем еще какую-то часть, которую там не нужно хранить в памяти. И у нас получается еще лучше. У нас теперь оно и по памяти работает очень хорошо. У нас главная разница между вот этим алгоритмом и вот этим, то что здесь этот алгоритм не требует памяти для вычислений, и это логично, в принципе. Вот. Вот такая вот история. И опять же, это действительно удивляет именно в динамическом программировании, что очень часто решение написано на динамическом программировании, оно при помощи динамического программирования, оно вообще вот нифига не интуитивно, откуда оно получилось изначально. Но когда ты начинаешь разбираться, понимаешь, что ну да, действительно. Действительно, как можно было иначе. Например, там был, ну то есть условно говоря, вот алгоритм был монопорда, если вы посмотрите в интернете, я не уверен даже, что доказательства его корректности везде написано. То есть там просто дается, типа, ходите по всем вершинам и мучаетесь. Ну там нужно делать просто операцию. Почему-то это работает. Просто почему-то, если вы сделаете там вот это достаточно много раз, пересчитаете расстояние между всеми вершинами, у вас почему-то получится правильный ответ. Ну, абсолютно непонятно. А если это посмотреть, что это с точки зрения алгоритма, ну то есть обоснования, то становится все, что алгоритм на самом деле очень простой, и обоснование у него очень простое. Вот, а теперь мы переходим вот к задачке, которую мы изначально с вами разбирали, размен монет в канонической системе. Значит, вам дается некая денежная сумма, у вас имеется в наличии монеты номиналом 1, 5, 10, 25 и 100, напишите, сколько монет нужно потратить в наихудшем случае, чтобы выдать данную денежную сумму. Вот, соответственно, здесь, ну здесь простой алгоритм на самом деле, мы его разобрали в презентации, я ее скинул, давайте попробуйте все сделать, потом мы, ну, проверим, проверим, за сколько он работает, ну, в принципе, можно догадаться, за сколько он, ну, конечно, сложно, за сколько он работает, поставить вопрос, но плюс-минус понятно. А потом мы с вами решим еще вот несколько задач. Во-первых, одна задача будет посчитать, сколько существует вообще способов выдать сумму некоторую. А потом мы с вами вот в рамках этой задачи еще попробуем, ну, напишем функцию, которая, разумеется, будет крайне неэффективна, просто чтобы выдавать все эти способы. А потом мы перейдем к оптимальному размену монет и поймем, что вот не зря размен монет в канонической системе и в любой наперед заданной – это разные вещи. Вот, потом у нас еще будет несколько, две задачки на жадный алгоритм. Вот. Причем, на самом деле, ну, условно говоря, и эту задачку при очень большом желании можно и динамическим укрепом решить, но это будет именно тот случай, когда это очень неэффективно. Вот. У меня, я пробовал, но не влезли задачки на обход в ширину и обход в глубину. Они есть. Я их могу, да, я их добавлю в домашнее задание, просто чтобы они там были. Вот. Ну, можно будет их порешать. И, опять же, мое мнение, что домашнее задание – это сугубо добровольная вещь у нас факультатив. Можно порешать, можно не порешать. Опять же, если у вас есть вопросы, вы не стесняетесь мне писать в чате, и в личку, и в чате. Если кому-то удобнее не в систему сдавать, а сдавать просто блокнот, типа, вот код, я уверен, что он работает, тоже напишите. Ну, давайте просто в личку будем кидать. В принципе, если совсем… Если в личку тоже неудобно, я могу и почту дать. Это же все решабельно. Так. Ну, хорошо, давайте так три минутки дам. Вспомнить, как это решается. Проверить, что у вас будет работать, и дальше мы перейдем к задачке 4. Сначала разберем третью и перейдем к задачке 4. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, значит, насчет задач. Да, вот два вопроса возникло. Значит, сдать задачи в системе можно, пока система живет. Потому что она там, по-моему, а free contest registration, то есть пока ее не уронят, все будет хорошо. Просто ее время от времени роняют, к сожалению, хацкера. Последний раз это было в октябре. Скорее всего, будет очень много времени. А послать мне с вопросом, ну, можно до конца курса. Если после этого возникнут вопросы, вы их можете написать, но просто понятно, что я отвечу на них, мягко говоря, не сразу. Значит, да, у нас сейчас вот в чате, в чате этого, прикладной математики для машинного обучения, я кидал ссылку на EJARCH. Там вот Стифен Юсуфов спрашивал. Там это просто такая, это домашка вида, ну, контекстная система, в ней нужно вот зарегистрироваться. Единственная сложность. Вот. Если там не получится зарегистрироваться, опять же, можно написать мне. Если внезапно автотесты, это вам не нравится, то можно вообще перейти на ручную проверку, потому что изначально в курсе домашние задания были заявлены, как ручная проверка. Мне кажется, тесты всем удобнее, но я готов и руками посмотреть. Давайте продолжать. Хорошо. Значит, что у нас есть? Задача 4. Размен монет. Вам дается некая денежная сумма, у вас имеется наличие монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 100. Вообще здесь сколько способов. Ну, фу, пардон, третьих. Значит, ну, мы с вами разбирали, что на самом деле там, давайте change ее назовем. Значит, нам нужно разменять монетки. Значит, как это делается? Значит, у нас есть наши известные откуда-то свыше нам данные монетки. пусть будут values 1, 5, 10, 25, 100. В принципе, можем их передавать. Можем вот так передавать. По умолчанию будет... По умолчанию мы решаем нашу задачу, но, возможно, мы хотим какие-то другие values передавать, тогда будет удобно. Значит, берем и while n не равно 0. Что мы делаем? Значит, нам нужно count монеток завести. Ну, допустим, 0. Значит, каждый раз, когда она не равна 0, очевидно, что, значит, нужно добавить еще одну монетку. Берем и then вот считаем. находим... Ну, давайте просто по values пройдемся. Значит, идем по values. For where in values. if v больше либо равен n, делай break. То есть, получается, что мы просто на первой же v, которая... Тут единственный будет момент, что... Ну да, ладно, давайте тогда индекс все-таки введем. И... что окей, значит, если у нас значение больше... больше, вот именно больше n, то... то мы делаем break. Сейчас. Потом. Ну да. Так. Ну, соответственно, дальше мы из n вычитаем values. вот, значит, надо проверить. Что нам нужно проверить? Значит, нам нужно... Дмитрий, ссорь, Значит, если у нас действительно произошел break, опять же, это можно делать... В питоне есть специальная штука, которая называется sales. Мы ее пользоваться не будем, просто если у нас v, которая вот осталась действительно больше n... Дмитрий, ссорь, ноутбук не видно. Минус 1. Иначе мы делаем n n минус равно просто v. Ну, то есть values от индекса. То есть такое. Давайте проверим, как это будет работать. Только мы где-то налажали. Так. Сейчас. Так. Все видно. Да. Подожди, не, не виден. А, все, я понял. Пардон. Так, хорошо. Вот. Все. Поэтому я зум обожаю. Вот, значит, давайте просто посмотрим. Значит, мы напишем вот такую функцию. Значит, у нас есть exchange n. Там мы пишем values, которые у нас есть. Ну и что мы делаем? Пока n не равен нулю, мы находим такой values, который больше n. Значит, если такой values нашелся, то мы просто берем и вычитаем предыдущий values. Из такого values не нашлось, мы вычитаем, собственно, последний, который будет в этом цикле. Давайте проверим просто. можно даже напечатать, то есть, какие у нас values и находятся, потому что вдруг мы будем печатать, что мы вычитаем. Values от индекса минус 1, а здесь V. Делаем exchange. Значит, у нас было 136 рублей. Давайте мы их попытаемся поменять. Смотрим, что произойдет. Значит, это 100, 25, 10, 1, да, 4 штучки. Ну, можно проверить, например, на каких-то, обычно надо хорошо проверять на критических всяких значениях, типа на сотне, на какой-нибудь 110, правильно, на единичке. Единственный момент, что мы не учли, что n вообще может быть равен нулю, то есть, ничего выдавать не надо. Тогда мы возвращаем ноль. Иначе просто на нуле, иначе мы получали корректный результат. Вот. Ну, вроде бы все работает. Хорошо. То есть, функция работает. В принципе, можно, давайте мы уберем теперь принты. Ну, можно их закомментировать. Проверим, за сколько это работает. Ну, здесь, на самом деле, будет не очевидна история, но... Так, пардон. Мне не звонят, кто-то, не могу чувствовать. Ладно, так. Значит, что я делаю? Значит, for n это там. Так. Теперь нужно не фрибоначи, нужно exchange делать. Ну, давайте пусть будет exchange, действительно. Будем exchange делать от n. здесь, здесь, в принципе, можно прикинуть, что, скорее всего, это будет порядка n тоже. Просто очень быстро будет считаться. Ну, да, это порядка n. То есть, у нас там будут небольшие изменения из-за того, что у нас просто сама вот эта... Ну, то есть, опять же, у нас система есть, просто тут очень быстро все считается. Но, в принципе, это действительно похоже на ауатен. Мы можем там для безопасности проверить там, скажем, до 100 тысяч. Давайте не до 100, до 20 она дойдет, и я дропну. Долго, иначе... все-таки там много повторений. Все, хватит. Порс с тобой. Посмотрим, как это выглядит. Ну, да, это линия. То есть, это действительно линейное время. Там, ну, будут небольшие нюансы, просто связанные с тем, что там, то, что кат на 100 легче выдать и так далее. Но, по сути, никакой разницы нет. Вот. И мы с вами уже обсудили, что это жадный алгоритм. Что может быть еще в этом всем? Какого интересного? пардон. Проверю, что сейчас видно. Да, значит, все нормально, вроде бы. Так, хорошо, пошли. Значит, у нас есть, значит, у нас вот эта задачка действительно легко решается. Она, можно на самом деле сделать даже еще более красиво, и код будет очень короткий и при этом решающий задачу. А вот следующую задачку решить сильно сложнее. Вам дается некая денежная сумма, у вас имеются вот эти монеты номиналом. Давайте я уберу все-таки 100, чтобы просто мы не убили. сидеть 10 уберу. Пусть будет 1, 5 и 25 у нас монетки. Напишите, сколько существует способов выдать данную сумму. Ну, ладно, можно пусть будет 10 и ну, 10. 4 монетки и до монеток. Значит, вам дается некая денежная сумма, у вас имеются в наличии монеты. Сколько существует способов выдать заданную сумму? И вот здесь, к сожалению, будут у нас проблемы. То есть, ну, давайте, мы здесь не можем это жадно считать, потому что непонятно вообще, что жадно, что, собственно, жадно считать. На самом деле, здесь нас как раз-то выручит опять рекурсия. Значит, легче всего, опять же, когда вы делаете какой-то, ну, здесь подсказка, конечно, будет динамическое программирование. Когда вы делаете динамическое программирование, на самом деле, первый шаг это записать правильную рекурсию. Потому что если вы смогли записать вот именно какую-то формулу, которая определяет рекурсивно через более маленькие подзадачи, как должна решаться ваша основная задача, это уже хорошее решение. Значит, пусть число, как, вот у нас есть сколько способов. Допустим, у нас есть эта функция для, посчитанная для всех чисел, меньше v. Как нам для v посчитать, сколько есть способов. Значит, для v это будет выглядеть следующим способом. Значит, это сколько существует способов выдать монеты, то есть сначала мы единичку вычитаем. То есть мы в принципе можем v каким образом выдать? Мы можем выдать сумму всю, кроме одной монеты другими номиналами, а потом выдать оставшуюся одну монету. Ну, может, так можно сделать. Плюс мы всю эту историю можем повторить для v минус 5. Плюс мы можем ту же самую историю повторить для v минус 10. И точно так же мы эту историю сейчас пардон. Можем повторить для v минус 25. Вот. То есть на самом деле это логично. То есть как можно разменять некую сумму v? Мы либо от этой суммы отрежем единичку, ее отдадим и оставшуюся как-то по-другому разменяем, либо отрежем пятерку, либо отрежем десятку, либо отрежем 25. То есть получилась рекурсия. Теперь давайте мы эту рекурсию попробуем просто написать получается иначе немножко. То есть чтобы посчитать что-то для v нам нужно посчитать что-то для v минус 5 для v минус 1 v минус 10 ну и так далее v минус 25 v v минус 25 чтобы посчитать для вот этих штук что-нибудь нам опять же нужно сделать 4 стрелочки и для этой тоже 4 стрелочки и так далее и так далее ну когда мы обрываемся мы очевидно обрываемся в тот момент когда у нас сумма стала равной либо меньше нулю то есть в какой-то момент наш граф оборвется просто мы знаем что то есть на самом деле скорее всего мы сойдемся что просто какие-то ну либо меньше либо равно нулю суммы условно они все одинаково будут выглядеть их можно выдать ровно одним способом ничего не выдавая вот ну хорошо давайте мы попробуем сначала то есть мы понимаем что это действительно опять же вот мы написали рекурсию и в принципе эта рекурсия точно так же задает собой там некий граф которому в принципе можем пройти с динамическим программированием причем на самом деле опять же понятно как в этой штуке ну приблизительно будут упорядочены вершины потому что опять же здесь некоторые вершины будут дублироваться у нас какого-то момента например там от v-10 от v-5 пойдет стрелочка туда же куда пойдет от v-10 например мы из пятерки два раза вычтем пятерку тогда у нас способы как дальше эту сумму разменять будут одинаковыми поэтому у нас опять на самом деле в итоге просто получится длинный массив от нуля до v где в итоге мы должны просто сказать какой у нас получился результат ну давайте попробуем это написать то есть вот опять же я с вашего позволения пропущу регурсивную формулу сразу перейду к динамике если кому-то что-то непонятно будет мы вполне можем динамику тоже написать значит давайте то есть exchange exchange count как-нибудь его назовем значит опять же нам нужно все это сделать для n для n элементов для числа n мы его тут v называли ну пусть он по-прежнему будет n значит у нас по-прежнему есть вот эти values то есть я на самом деле давайте возьму и вот эти values просто сохраню ой пардон так у нас я сделал на один меньше просто чтобы было удобнее считать значит начнем мы с ну давайте я просто слова сейчас пусть ладно пусть это не будет словарик мы действительно возьмем и заведем массив опять же массив из ноликов по x ну для каждого сколько нам нужно это сделать допустим ну n плюс 1 по-прежнему на самом деле значит что дальше мы делаем значит первое что мы делаем мы берем и нам нужно завести вот самое начало мы знаем что для нуля число способов их отдать будет один мы просто ничего не отдаем то есть нам нужна какая-то база это называется ну это база рекурсии база динамики то есть по-разному можно назвать но суть одна и та же то есть мы знаем что для нуля должно быть число способов отдать спросите не ноль единиц теперь дальше пойдем давайте попробуем то есть на самом деле заметьте что у нас получается точно такая же задача как мы с вами обсуждали когда посчитать число путей в графе просто в данном случае мы эту задачку можем не делать опять же отдельно топографическую сортировку просто потому что топографической сортировкой у нас является просто упорядочение всех чисел от нуля до n до v ну или от нуля до n чтобы посчитать там сколькими способами можно выдать число выдать n штук мы должны посчитать сколькими способами можно выдать там n-1 n-5 и так далее вот хорошо значит приступим значит нам нужно просто заполнять табличку то есть мы идем просто по значениям pour in range от единицы до длины массива ну и здесь будет единственный нюанс что нам придется проверять что мы в принципе можем почитать значит нам нужно посчитать для вот данного i сколькими способами мы можем его получить для этого мы идем по всем values то есть по всем возможным значениям монет и если i-v больше либо равен нулю то окей живем мы берем в каунт добавляем r вот соответственно i-v то есть вот делаем вот это самое обращение там v-1 v-5 сделаем v-10 v-25 а если получилась отрицательная сумма то отрицательную сумму мы ну тут на самом деле да то есть тут правильнее сделать чтобы отрицательную сумму мы никак не можем выдать то есть вот тут я немножечко написал то что может запутать на самом деле то есть если меньше нуля то это ноль способов правильная динамика будет такой а если меньше а если равно нулю то это ровно один способ что действительно но это и с точки зрения логики мы не можем выдать отрицательную сумму у нас иначе получится как этот древний анекдот когда сидит лектор с ним три студента из и тут-то из кабинета выходит минус пять и он говорит что если придет еще два то один останется в кабинете вот тут то же самое будет хорошо давайте мы соответственно с этой всей историей значит когда мы посчитали сколькими способами просто берем и пишем что array вот и это центы и вернем наши центы точнее не вернем центы нам нужно вернуть последний буквально последнее значение с минус 1 так давайте я это сотру вот стерли сейчас все видно хорошо значит мы все стерли что теперь делаем берем и просто эту штуку запускаем и легче всего сначала проверить что у нас это правильно работает для единички потому что единичку мы можем выдать только одним способом и мы это знаем кроме этого мы на самом деле как ни странно знаем что двойку тоже можно выдать только одним способом сейчас вот тут мы видим что у нас а это exchange сколькими монетами можно сколько способов один exchange count понятно что на самом деле для тройки то же самое будет вот для пятерки сколько будет способов вот есть идеи сколькими способами можно выдать пятерку монетками где-то три ну на самом деле по идее должно быть два да потому что мы можем выдать по одному рублю а можем выдать сразу пятеркой значит для десятки у нас уже будет три способа то есть у нас на самом деле будет даже не три способа будет сильно больше у тебя проблема что это к сожалению все очень сильно быстро растет опять же тут проблема в том что если пытаться это в явном виде вот решать через рекурсию у вас очень быстро рекурсия убежит то что у нас в числе фибоначо у нас была рекурсия всего с двумя эфами регурсивными визами а здесь регурсивных вызовов нужно делать четыре это очень грустно значит да 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 а ну да 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 советские двухрублевки да я понял посмотрим с ними значит можем двойку добавить в следующую систему а значит там было вот для change count не ну два было бы спрос для двойки было бы два а там еще окей значит четыре для какого числа я просто не совсем понимаю для пяти ну да а значит для exchange count там нас прикинули ну окей значит для десятки давайте посмотрим значит десять нам нужно мы можем это отдать просто десяткой мы можем отдать двумя пятерками мы можем отдать одной пятеркой и кучей единичек вопрос сколько реальности десять что-то ну много их как-то получается способов мы сейчас ну да тут на самом деле есть нюанс что нет тут ответ-то правильный в принципе в теории но здесь есть такая такой подвох который на самом деле избегнуть не очень тривиально потому что мы по-разному то есть мы мы считаем мы считаем его можно избегнуть но это будет сложнее значит мы вот учитываем что вот такую комбинацию кроме этого мы учитываем вот такую комбинацию вот то есть на самом деле мы учитываем что мы можем Мы считаем, что то, что мы дали разные монетки человеку, это будут разные комбинации. Чтобы удалить повторяющиеся комбинации, все будет немножечко сложнее, потому что нам придется запоминать, какие комбинации каким образом получены. Поэтому это будет сложнее, поэтому мы пока на это забьем. А вот нам еще нужно, нам нужно что еще посчитать? Нам нужно посчитать, сколько способов убор с ним. Я просил до следующего задания, мы хотим посмотреть, а вообще сколько способов, то есть можно ли вывести все способы. То есть exchange call. Зовем эту функцию. Вот, и на самом деле все способы вывести тоже можно. Это, правда, будет достаточно, то есть это можно делать по-разному. Потому что просто мы можем... Ну, то есть это можно делать сильно по-разному, в зависимости от того, насколько вам не в лом это все делать. Потому что вам придется точно так же убирать случаи, как... То есть, в принципе, можно использовать вот эту же самую историю. Давайте мы ее просто сделаем, но будем понимать, что в этом случае у нас будет немножечко неадекватный алгоритм в плане того, что он будет работать с очень... Ну, то есть он по памяти неэффективный. Значит, что мы делаем? Значит, точно так же заполняем, но заполняем уже пустыми просто массивами. Давайте даже не массивами, а тюплыми. Вот тут с тюплыми, да, придется работать. Значит, ну, без разницы. Значит, так, сейчас проверим. Так. Ну, да, еще не нравится. Ладно, давайте я вообще наном это заполню просто. Просто наном, потому что мы хотим, чтобы у нас для каждого числа хранились все комбинации, которые мы можем получить. И внезапно это почти та же самая задача, потому что, опять же, мы можем просто там узнать комбинации, которые с пятеркой и так далее. И так далее. И, то есть, узнать комбинации для V минус 5 и к ним просто прибавить пятерку. Вот получилось много новых комбинаций. Значит, R от нуля, это будет просто пустой тюпл. Так, я не могу понять, почему он мне это подсвечивает, как будто я глубоко не прав. Сейчас. А, не хочет. Да, он хочет это именно так, вот так воспринимать. Ну, окей, без запятой бы. Ну, да, потому что тогда два элемента. Так. Хорошо. Значит, идем R от нуля. Значит, R от нуля мы знаем. Дальше нам каунт теперь не нужен. Но нам нужен, да, нам нужно что-то, что мы будем хранить. Значит, давайте даже вот сейчас, вот так вот, да. Нам придется сказать, что, значит, ноль можно получить одним способом. То есть, у нас будет массив способов и, сейчас, не массив, а множество способов. Чтобы мы уникальные сразу хранили, то есть, у нас будет множество способов. Значит, у нас есть множество способов, только единственное, сработает ли set на таком. Давайте проверим, действительно ли он, этот set так не хочет работать. Он хочет уже тюпло иметь внутри себя. Наверное, так тоже не сработает. Ему надо это внутрь, скобочка, дать вот так. Вот так сделаем. У нас есть, сначала у нас множество из одного тюпла ровно. Значит, теперь, что мы делаем? Опять же, вот то же самое. Но теперь мы будем каждый раз вот текущее множество, там, не знаю, курсет вводим. То есть, у нас сначала есть просто пустое множество, в которое мы сейчас будем добавлять новые комбинации. Значит, откуда мы будем брать эти комбинации? Ну, будем брать тех же ячеек, только здесь не прибавлять нужно, а идти. То есть, по каждому set в array, вот и минус v. Что мы делаем? Это же не set, там, значит, мы идем по set по каждому элементу этого множества, то есть, по каждому способу, я не знаю, там. Глупость, конечно, скажу, но можно, например, почитать книгу. Читая книги, можно проживать... Господи, срят, тут у меня Алиса врубилась. Так, for array и минус v. То есть, идем по всем путям. Который вот для получения суммы и минус v. И что мы делаем с этими путями? Ну, мы просто берем и в этот путь дописываем. К сожалению, мы храним картежи, поэтому у нас будет небольшой нюанс. Нам придется складывать это с картежом. То есть, way плюс, собственно, значение, то есть v. И, собственно, добавляем этот путь в наш курсет. Курсет add way. Давайте сначала так, там будет еще один нюанс. Ну, куда уж без нюансов. Значит, добавили. Получили. Значит, ну и теперь нам нужно сохранить, собственно, результат. Добавили пути. Теперь берем и от текущей, в текущей и говорим, что это курсет. Значит, на самом деле... К сожалению, нам это не до конца, то есть, не поможет избавиться от дубликатов, на самом деле. Сейчас увидим. Давайте посмотрим, будет ли это, в принципе, работать. Потому что, может, мы... Значит, единичку, как можно разменять? Нету атрибута add. А у кого? Сейчас, пардон. Почему? А, курсет, да. Потому что это сет. Окей. Спасибо. Так надо делать. Так. Значит, да, единичку можно разменять одним способом, просто единичку выдать. Давайте посмотрим для пятерки. Значит, да, у нас для пятерки есть ровно один путь, как ее выдать. Ровно два пути, единичками и пятерками. Теперь давайте для десятки посмотрим вот то, что я говорил. Значит, вот один путь, который правильный, действительно, можно только единичками выдать. Да, там я вот не учел, кстати, только единичками выдать можно. Еще один путь – это вот такой правильный. Еще один путь – это вот такой. И вот один еще такой путь правильный. И вот еще два правильных. А вот с этими единичками мы бы хотели, на самом деле, убирать. Ну, как это можно сделать? На самом деле можно просто сортировать то, что здесь делается. Можно сделать все еще сильнее. Это очень сильно сложнее. Ну, либо на самом деле там можно придумать более легкий алгоритм. Но мы не ищем легких путей. Мы просто берем и говорим, что у нас всегда все пути записываются только вот одним таким образом, например. И тогда у нас такой проблемы не должно возникнуть с повторяющимися путями. Значит, единичка работает. Это работает по-прежнему. А здесь, да, у нас действительно только четыре пути разменять. Теперь мы получили правильный результат. Давайте там посмотрим, сколькими способами можно разменять двадцатку. Стало сильно больше. Ну, и так далее. То есть можно там посмотреть для ста. Оно, в принципе, не должно, да, медленно работать, потому что тут не очень много значений. Ну, вот видно, что. Бывают, в принципе, разные способы. Нужно кучу пятерок, там, двадцать пятью и так далее. Вот. Ну, зачем мы это делали? Затем, что мы сейчас увидим, что на самом деле жадный алгоритм, который был предложен, он работает не всегда. Это, на самом деле, засада со всеми жадными алгоритмами. То есть они очень прикольные, но если вы не можете строго доказать, при каких условиях они работают, то можно получить очень большие проблемы. Значит, оптимально вам дается некая денежная сумма, у вас имеется наличие монеты номиналом. Давайте еще двойку добавим. Вот тут упоминали двойку. Давайте я еще добавлю двойку. Значит, один, два, семь, десять, одиннадцать. Бежите, сколько минимальных монет выдадут, ну, нужно, чтобы выдать требуемую сумму. Ну, хорошо. Значит, давайте просто возьмем наш алгоритм. У нас был алгоритм, мы его назвали exchange, который нам говорил, сколько нужно, сколькими способами можно выдать. И давайте возьмем, например, четырнадцать. То есть не сколькими способами, а сколько монет нужно. И внезапно нам эта замечательная вещь говорит, что чтобы выдать четырнадцать, нам нужно почему-то пять монет. Хотя здесь есть, очевидно, более простой способ, который заключается в том, что можно просто семь плюс семь. Давайте проверим, а вот наше динамическое программирование. Вот у нас здесь использовалось динамическое программирование. А вот видит ли оно вообще этот способ? То есть вдруг у нас и динамическое программирование не работает. Так, только, пардон, exchange, я не передал саму эту штуку. Да, поэтому результат на самом деле не такой, но все равно должен сломаться. Давайте, значит, values 1, 2, 7, 10, 11. Три. Ну, не пять уже, но лучше не стало. Кстати, если двойку убрать, то будет уже четыре монеты. Ну, пусть будет три монеты. Значит, окей, когда мы передали values, у нас получается, что три способа. Давайте посмотрим, так вот, да. Посмотрим, а видит ли алгоритм реально хороший способ. Значит, реально хороший способ – это 7,7. Вот он его видит. То есть на самом деле, вот заметьте, наш алгоритм, который был вот здесь, который для канонической системы, жадный, он работает, но только для определенных систем, вот вида такого. И на самом деле определение канонической системы – то, что жадный алгоритм выдаст то же самое число, что алгоритм, который построен на динамическом программировании. Нам его осталось только написать. Значит, давайте, да, у нас может подходит к концу занятия. Где-то ступеньки и шарики. Ну, видимо, как раз-то, да, пойдут они. Не придется, правда, их в тестирующую систему добавить отдельно. Ну, боже с ними. Добавлю просто эти задачки. Опять же, давайте мы вот эту задачку решим. То есть у нас есть проблема. У нас есть exchange, который решает, который жадный алгоритм. И он не работает. Он выдает нам, что нужно выдать, что нужно три монетки. Мы знаем, что их нужно две. Более того, там, ну, на самом деле, опять же, если я возьму, например, 21, то у меня тоже вот эта штука увидит, что есть способ там выдать тремя там семерками или 10 и 11. А вот вопрос, увидит ли в этом случае exchange. Ну, вот он увидит, кстати. То есть иногда он работает, иногда нет. Но меня это абсолютно не устраивает. Я хочу, чтобы мой алгоритм работал всегда. Соответственно, у меня есть на самом деле два алгоритма, похожие на этот, которые что-то похожее делают. То есть вот этот, например, просто выдает все возможные комбинации, а алгоритм, который exchange.count, он считает всевозможные комбинации. Соответственно, давайте вы попробуете, то есть, ну вот сколько у нас осталось. Давайте пять минут вы попробуете один из вот этих алгоритмов, exchange.all или exchange.count, его использовать. Значит, это как раз-то та штука, на которую выдана ссылка, поэтому можно просто обновить страничку, и у вас должен появиться вот этот код. Я на всякий случай вот просто exchange.all оставлю код на виду вот здесь, чтобы вы могли на него спокойно смотреть и думать, что у вас не так. То есть оно должно вот в это exchange.14 вот в такой системе выдать, что его можно поменять ровно двумя монетками. Подумайте, как бы это поправить. То есть на самом деле от вас тут не требуется какой-то вот прям оптимальный алгоритм, мы его чуть позже просто напишем, а вы можете, в принципе, просто модифицировать exchange.all, например. Вот. Так. Хорошо. Значит, пока я... Сейчас. Мне кажется, получить список комбинаций, выбрать самую короткую и ввести ее длину. Ну, да. То есть один из вариантов такой, но вы можете просто там сделать немножечко буквально попроще. То есть, да. Ну, один из вариантов действительно такой. Более сложный. Он на самом деле более сложный. Потому что там придется... Там, к сожалению, нельзя совсем легко это сделать. То есть там придется... То есть неочевидную вещь хранить немножко. Хорошо. Хотя нет, можно, можно, мне можно, можно и так. Упокойно. Хотя, сейчас. Попробуем, попробуем. Семерки-то будут работать. Что я беру и вычисляю. Ну, да. Вот так. Вам нужно самую короткую просто. То есть вам нужно... То есть вот то, что вы предложили, в принципе, работает. Действительно. Ну, это просто простой вариант. Действительно, вы можете просто взять и посчитать. То есть, ну, то есть оно же вам выдает уже весь этот список. Остается просто по нему пройти и длину найти. То есть наше там non-optimal exchange. Не знаю. То есть я не знаю, как его... Ну, с одной стороны, optimal. Там, optimal. All comps. А, значит, берем тоже n. Берем values. И... Да, просто перебирать комбинации. Новые полученные комбинации. Сравнивать по длине. Тогда их не придется хранить. Ну, вот уже ближе, да. Действительно. То есть... Ну, здесь, значит, да. Решение... Ну, полезно написать какое-то тривиальное решение, которое работает. Почему бы нет? Значит, у нас есть вот эта функция exchange all. То есть мы просто идем по всем способам, которые в ней получены. И выбираем minimize. Давайте проверим, что он, в принципе, работает. Может, нам что-то написали. Что не будет работать. Сейчас, да. Да. Exchange all. Где бы я запускал эту ячейку. Сейчас. А, понятно. Я здесь с печаткой написал. Написал нормально. Так. Ну, два, да. То есть он действительно видит. Вот. А то, что запоминает. Да, действительно. На самом деле, если подумать. Опять же. Тут вот эта красота динамического программирования. Что когда вы задачу разложили на вот этот граф. То дальше вы очень много задач можете решать. Связанных с этой задачей. Просто там немножечко модифицируя в код. На самом деле, вот представим себе, опять же. Что нам нужно, чтобы узнать, сколько без способов можно оптимально разделить v на запчасти. Ну, то есть на монетки. То есть, не сколько способов, а длину минимального способа. Нам на самом деле достаточно знать длину минимального способа для v-1. Длину минимального способа для v-5. Длину минимального способа для v-10. И, ну, там не v-10. Там минус 2. Давайте окей. Минус 7. Опять же, v-10 действительно тут есть. И v-11. То есть, у нас здесь больше ребер, больше вершин получается. Но в сути это не меняет. Мы, очевидно, v можем... То есть, у нас есть какой-то... У нас есть тривиальные случаи. Например, что v из нуля можно получить, не давая ни одной монетки. То есть, ноль монеток. А в этом случае нам, в остальных случаях, нам что нужно сделать? Нам нужно взять вот все эти штуки. То есть, вот сколько способов можно получить сумму v-1, v-2, v-7, v-11, v-10. Дальше мы берем вот всю вот эту историю. И по ней считаем минимум. Те несколькими способами, пардон, я одовариваюсь. А какое оптимальное? Почему это подходит? Ну, потому что у нас нету других способов. То есть, нам нужно всегда сделать первый шаг. Мы сумму v не можем. То есть, у нас решение, которое... Мы этим вот таким способом не исключим никакого решения вообще. Вот раньше, оказывается, наш гриди-алгоритм, когда у нас была неканоническая система, он часть решений исключал. А здесь он не исключает, потому что... А куда мы еще можем пойти? То есть, v-1, да. v-2, да. v-7, да. v-10. То есть, какую-то из этих монеток мы должны дать. У нас нет других монет. И мы... Поэтому, если мы знаем решение вот для этих штук, мы можем просто взять минимум и для v. Ну, тут будет единственное, минимум плюс 1. Потому что нам все-таки одну монетку надо добавить. Как раз-то вот ту, которую мы здесь отобрали. Соответственно, получается, что, опять же, это рекурсивная формула. Опять же, ее можно записать в виде графа. Опять же, это получится тот же самый граф на самом деле. Просто нам нужно поменять операцию, которую мы на нем делаем. На самом деле, есть там всякая история про полукольца и бла-бла-бла. Ну, то есть, типа, а что вообще можно вот динамическим программированием так вот хорошо посчитать? Ну, как бы мы этого не будем касаться. Значит, давайте просто посмотрим. Значит, нам нужно взять вот эту функцию. Значит, экшенчим оптимал просто ее назовем теперь уже. Значит, опять же, поначалу все, ну, не наны. Пусть будет нули. Ну, просто чтобы не намочиться. Значит, сколько способов выдать ноль? Опять же, мы помним, это единица. Теперь мы идем по всем и от одного до длины массива. Ну, то есть, на самом деле, до n можно, чтобы было более понятно. И что мы делаем? Нам курсет уже не нужен. Нет, нам ничего не нужен. Нам нужна вот только вот эта часть. То есть, типа, если существует вообще такая вершина и минус v, то, значит, давайте просто посмотрим, сколько у нас, какие у нас есть кандидаты. Значит, у нас есть вот этот, мы возьмем вектор cnt. Значит, просто будем говорить, что у нас есть способ, который array от i минус v. То есть, вот берем, сколькими способами, не сколькими способами, простите, я оговариваюсь постоянно, потому что задачка очень похожа. Какое минимальное число монет, которым можно выдать сумму и минус v. Значит, добавили все это. Дальше от этого берем минимум и добавляем единичку. Ну, потому что нам нужно все-таки одну какую-то монету добавить. Давайте посмотрим, будет ли это работать. Значит, нам нужно 14, да? 14 и values у нас вот эти нетипичные. Так, ну, вот где-то мы тут немножко облажались. Видимо, мы… Да, потому что dn плюс 1, разумеется. Надо идти там, поэтому длина массива стояла. Так, 3. Не очень понятно. Значит, вот, а, да, потому что начало неправильное. Потому что как раз-то не число способов. Да, сколько монет нужно, чтобы выдать ноль? Ноль. Поэтому мы начинаем мы с нуля. Вот, получается 2. Значит, ну, возможно, у нас где-то в другом месте ошибка. Давайте мы просто возьмем, и вот в чем привлекательность иметь какое-то не очень оптимальное решение, но которое, тем не менее, ну, оно абсолютно… То есть, это решение вот с этими all-комбами, оно очень неоптимальное. Но мы можем при помощи него просто сравнивать, а вообще говоря, мы правы или нет. То есть, а вдруг у нас… То есть, мы про него, зато мы уверены, что мы все пересматриваем, и у нас нету такого, что где-то есть ошибка. Вдруг у нас здесь есть ошибка. Давайте посмотрим, значит, будут ли совпадать эти числа. Ну, у меня в глазах все нормально вроде бы, да. Да, все совпадает. Ну, можем, опять же, как бы такой жесткий способ всю эту историю сделать. Это вот так сделать. Значит, принты, а дальше просто сделать асер. что ответы должны совпадать. Ну, да, асертов не случилось. Ну, и как бы, опять же, если не влом, то можно там, например, до ста запустить, но тут память может кончиться в какой-то момент просто. Вот. Ну, то есть, давайте еще раз просто пробежимся по решению, потому что я вот несколько раз иговаривался, к сожалению. Как мы решаем задачу? Значит, мы, опять же, мы заметили, что у нас та же самая динамика, по сути. Чтобы узнать ответ для текущей суммы, мы должны узнать, нам нужно знать ответы для сумм, если мы просто из них вычтем какую-то одну из монеток. Значит, мы сначала говорим, что окей, у нас этих сумм, то есть максимально сумм, которые нам нужно знать, это просто порядка n. То есть нам нужно, у нас до n будет идти сумма от нуля до, собственно, n. Значит, число, опять число способов, число монет, которыми мы платим за ноль, значит, которые мы даем, чтобы дать сумму в районе размера ноль, это ноль. Дальше что мы делаем? Значит, для каждого i, то есть для каждого i, и для единички посмотрим, как ее выдать оптимально, для двойки и так далее, и так далее, вот для всех этих чисел мы посмотрим. Значит, как мы будем это делать? Мы берем по всем, проходимся по всем значениям монеток. И если, вообще говоря, эта сумма не отрицательная, ну, или равна нулю, то мы просто берем и добавляем, вот эту, смотрим, вот, то есть, сколькими способами можно было выдать сумму, а, точнее, сколько способами, сколько монет нужно было, чтобы выдать сумму на v меньшую. У нас получается вот такое вот, вот такой массивчик. То есть, там получится, что мы, чтобы выдать 14, какие у нас есть варианты? Мы можем его выдать, то есть, мы можем семерку разменять, а потом, то есть, 7 плюс 7, как-то разменять семерку. Давайте я вот так сделаю, f14. Мы можем как-то разменять идеи, 13, плюс монетка 13. Мы как-то можем разменять, что там у нас еще, двойка, да, двойка это 12. Сейчас, пардон, вот так вот. И плюс монетка двойка. Мы можем, монетка опять же, ну, семерку мы уже взяли, поэтому двойку, четверку, и, то есть, четверку как-то разменять, и мы можем как-то разменять тройку, взяв монетку 11. Вот, мы перебираем эти все варианты, и у нас оказывается, что в этом случае будет монеток суммарно две штуки, в этом случае монеток будет суммарно там больше, ну, и так далее. То есть, оказывается, что самый оптимальный способ это выдать ровно вот две монетки. Вот, ну, и как бы там можно какой-нибудь тест-драйв устроить, ну, понятно, что если мы просто добавим монету с таким же номиналом, то все будет работать. Единственное, для чего наша задача, то есть, что мы не умеем нашей задачи делать, это если нам дали сумму меньшую нуля. Ну, давайте, если у нас сумма меньше нуля, то на самом деле возвращать ошибку. Ну, просто потому что странно просить разменять отрицательную сумму. Вот, значит, если остались какие-то вопросы, их можно задать по всей этой истории, и можно посмотреть вот эти две задачки, я потом тесты к ним выложу. Это просто такие две простые, простенькие достаточно задачки, а обе задачки на самом деле на жадный алгоритм, потому что у нас получилось, что вот у нас была только одна, по сути, задачка на жадный алгоритм, которая еще вдававок работала очень специфично к условиям. А вот ниже идут две задачки на тоже жадный алгоритм, который вот там гарантированно жадный алгоритм срабатывает. Хотя динамическое программирование там можно подсунуть, но просто оно будет не нужно. Хорошо, значит, сейчас я разберусь к этой штуке, выключить трансляцию. Сейчас, вот. Так, вот, да, есть вопрос. Вопросов нет. Хорошо. Все, тогда расходимся. Значит, видео я останавливаю. И всем удачи, хороших выходных. Спасибо. Спасибо.